Раз-два. Здравствуйте, друзья. Я очень рад, что собралось такое большое количество народу. Ну, на самом деле, наше общество существует давно, и вполне закономерно приход к нашим выставкам заинтересованных, добрых, светлых людей. Спасибо вам. Я подготовил тут небольшой доклад для того, чтобы осветить работу нашего общества за 12 лет. К сожалению, обстановка неформальная, нету президиума, стола, графина, но постараемся в таких достаточно скетических условиях провести нашу замечательную встречу. И думаю, что она оставит след в памяти наших зрителей. Ну, как я сказал, что я, значит, являюсь, или тут было сказано, председателем люминографического общества, и с особенной радостью открываю эту выставку в канун 12-летнего юбилея. Почему наше общество до сих пор существует, меня спрашивают? Потому что многие общества не доживают от 10-летнего рубежа. А потому что мы снимаем свет, мы работаем со светом, и свет питает нас. Это особая энергетика, и вы понимаете, что ни одно живое существо не может жить без света. Это секрет, который раскрываю только вам, никому не рассказывайте, и вы будете жить долго, уверен. Ну, прежде всего, я бы хотел поприветствовать участников этой выставки, и среди них хотел бы выделить старейшего фотографа Санкт-Петербурга. Это Андрея Сладкова. Андрей, где ты? Андрей, придите! Андрей Сладков. Прошу любить и жаловать. Это человек, который много сделал для искусства фотографии. Он замечательный профессиональный фотограф, журналист. И, на самом деле, я очень рад тому, что такие люди, как Андрей, участвуют в нашем движении. Если хочешь, можешь сказать несколько слов. Я не Кастро и не Горбачев. Не Путин. Говорить ничего не буду. Ну, ты не уходи, ты не уходи, оставай смену. Мне с тобой будет спокойнее. Следующим я бы позвал, конечно, Николая Симоновского. Николай Симоновский художник. Не смотрите на то, что он ходит все время с фотокамерой. На самом деле, это замечательный художник. Сыну артистической художественной среды. И его работы отличает какой-то совершенно особый взгляд на природу света. Он из простых, в общем-то, картинок делает образное изображение. Коля, подойди. Тоже подойди. Если хочешь, можешь сказать несколько слов. Пока я готовлюсь. Светить всегда, светить везде. Вот, может, наши волны. Все. Еще я бы хотел, конечно, представить Азамата Чеслова. Это тоже замечательный фотограф, но по причине болезни он не может сегодня прийти на выставку. Но хотя с работы его, вот вы видите, вот вначале, вот там вот такие вот коллажи замечательные. Просто понимаете, какая вещь. Художник может делать разные искусства. Он может, особенно фотограф, может сфотографировать природу, как она есть. И это будут действительно замечательные фотографии с особым взглядом. А можно делать произведение искусства. Так вот, Азамат выходит за рамки простой фотографии, делает коллажи философского содержания. Не все я даже понимаю в его изображениях, но тем интереснее его картинки. Потому что они будят фантазию и хочется их рассматривать долго. То есть это не те картинки, которые, ну, одним взглядом прочитал и все и забыл. Но его, к сожалению, нет. Но он очень воспринятый, очень хороший художник-фотограф. Ирина Романовская. Вы понимаете, у нас в нашем обществе не только фотограф, очень много художников. Ирина, Ирина. Вот это одна из знаменитостей Санкт-Петербурга. Не побоюсь сказать этого слова. Это художник, который сделал многое в своей жизни. Несмотря на ее молодость, она создала особый вид творческого изображения. Ну, я как понимаю, что никто в мире таким изображением нас не балует. Здравствуйте, товарищи. Я хотела всех поблагодарить, что вы пришли посмотреть на нашу выставку, на наши световые шедевры. Спасибо большое. Спасибо тебе. Следующим, кого бы я хотел позвать, может быть, он освободит себя, поставит треногу в сторону. И придет сюда. Потому что это тоже действительно замечательный художник. Это человек с таким, как бы я сказал, ну, широким кругозором. Он не просто фотограф. Он медиахудожник, перформер. И еще какие-то у него есть профессии. Музыкант. Что-то он, может быть, скажет о себе или о нашей сегодняшней встрече. Это Петр Алексеев. Кстати, он куратор выставки. Спасибо. Ну, точнее, поискать, сокуратор. Лишний повод поблагодарить Володю Михайловичу, потому что именно 7,5 лет назад я дебютировал как художник на выставке лимонографического общества. И именно в рамках лимонографических выставок было очень много экспериментов и каких-то личных дебютов, один из которых будет сегодня. Это с одной стороны. С другой стороны, вот это такой повод, будучи куратором, совместить приятное с полезным, поскольку я уже пару раз участвовал в выставках в рамках арт-активов. И некоторые знают, что я тут работаю в качестве видеографа. И вот такое вот, наконец, интересное событие, совмещение выставки лимонографического общества и проект арт-актив в Дворце культуры книжной ярмарки имени Крупской. Спасибо большое. Я хочу сказать, что Петр очень скромный человек. На самом деле, он действительно куратор этой выставки. И идею этой выставки придумал он лично. Я только к ней ее одобрил, присоединился, позвал наших соратников и участников. И хочу сказать, что вот, вы знаете, сначала, когда мы начинали заниматься лимонографией, было много брака. Хотя, казалось бы, то, что мы делаем, это сплошной брак. Но это не так. Было много абстрактных изображений. Я сам, кроме того, что я фотографирую, я художник, я очень люблю абстракцию, сюрреализм и прочие измы. И когда я получаю абстрактные изображения, я очень радуюсь. Но тут была поставлена задача сделать не чистую абстракцию, а сделать некую образную фотографию. Фотографию, которая несет в себе еще какое-то живое человеческое изображение. И вы, естественно, если посмотрите весь проект в целом, вы увидите, что фотографии здесь несут еще какой-то заряд эмоций. То есть не чистая абстракция, а абстракция с неким таким вот человеческим лицом. И я хотел бы вот следующего представить человека. К сожалению, ее нет. Она заболела. А вы знаете, сейчас время такое. Многие из нас болеют. Зимы еще пока нет. Время такое сложное. Это Василиса Саврасова. Хрупкая девушка. Монументалист. Она занимается у нас не фотографией. Она делает объекты, световые объекты. Вот эта вот голова, это вот ее объект. Она делает и другие. На этой выставке она представила эту голову. Очень интересная техника, с интересным наполнением. Это световой объект. Этим занимается мало, я бы сказал, даже мужчин. А вот она этим занимается. Я очень рад тому, что она в каждой выставке принимает у нас участие. Следующий, у кого я хотел бы представить, это Олег Панов. Это человек, тоже монументалист, который умеет работать не только головой, но и руками. И его работы очень креативные, насыщенные звуковыми и световыми эффектами. Вообще, это креативный художник. Олег Панов. Это я. Спасибо, что пришли все. Вот его. Да, я выключил, чтобы он не шел говорить. Да, конечно. Спасибо люминографическому обществу, что периодически приглашают меня в творческий коллектив. Я прохожу цензор и отбор, выбрасываю все практические работы. Вот одну взяну. Ура! Еще хочу сказать о том, что за 12 лет нашей работы можно подвести некие итоги. Например, то, что нашими работами заинтересовались за рубежом. И у нас есть представитель люминографического общества в Германии. Хотел сказать в Западной Германии. Нет, просто в Германии. Это Люсине Брайшайдель. Это тоже художник, но который делает и люминографические работы. И когда она предложила свои работы для участия в выставке, мы с радостью, с удовольствием согласились. Это Люсине Брайшайдель. Она осталась пока в Германии, но когда она приедет, я обязательно представлю вам ее, как она есть. Вот. Так, что еще? Она участвует в экспозиции. Да, она участвует. В экспозиции она участвует. Так, чтобы... Так, что я еще тут не сказал. А, вот очень важное замечание. Наше общество открытая организация единомышленников и приглашает к участию в выставках не только действительных членов, но и других интересных авторов. Сегодня некоторые из них присутствуют на вернисаже. Они... Это для них, я бы сказал, первое боевое крещение в люминографии. Но, кроме Екатерины Рудаковой. Екатерина Рудакова участвовала у нас в выставке, и я бы хотел ее поприветствовать. Катя. Добрый вечер, уважаемые посетители этого прекрасного пространства. Я, да, как сказал Владимир, второй раз участвую в выставке люминографического сообщества. Это очень интересный опыт. Надеюсь, поучаствовать еще. Спасибо Володе и второму замечательному куратору. Спасибо всем. Как я сказал, что у нас открытое общество. Вот Катя поучаствовала в выставке второй раз. Вот ее замечательный проект. Я не знаю, как сказать, инсталляция даже. Вот. Ну, на нашем движении может поучаствовать любой. Не обязательно становиться членом общества. Достаточно просто прийти, принести замечательные работы, которые мы рассмотрим. И отберем. Не всем это удается сделать. Бывает, что и работа не проходит. Ну, такова жизнь. Ну, и счастливчики, которые поучаствовали сегодня в нашей выставке. Я их сейчас назову списком. Кто пришел, пожалуйста, выходите на эту сцену. Катя Платонова, Павел Богачев, Глеб Драбкин, Сергей Маклюк, Игорь Гусев. Так. А Павел? Если есть что сказать, можете сказать. Нет. Спасибо, что взяли в компанию. Спасибо, что взяли в компанию. Спасибо вам, хорошего. А, ну, Алексей Казачев. Ну, его сейчас я что-то тоже не видел, да? Алексей Казачев. Ну, сегодня, на самом деле, люминография живет своей полноценной жизнью. И многое из того, что делается в люминографии, вы можете увидеть не только на нашей выставке, но и просто в городе. Рождественские вечера, Новый год, вы видите, как украшается город, как много световых объектов. И я считаю, что это люди, которые делают такое замечательное дело, я их называю люминографами. Пусть это не члены нашего общества, не участвуют в наших выставках, но я их благодарю за то, что они делают для людей, для города. И если они бы к нам присоединились и делали бы совместные проекты, я был бы только рад. Спасибо всем, кто пришел сегодня на наш вернисаж, и все, кто интересуется люминографией. Спасибо вам. Сейчас будет выступление Петра Алексеева с его аудио-визуальным перформансом. Он уже должен подойти к пульту и делать свое шоу. Спасибо. 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 Спасибо.